привет всем хочу приготовить кексики к чаю продукты уже подготовила в процессе готовки я буду говорить чего сколько под видео тоже пишу 2 яйца беру 130 граммов сахара если для вас многовато сахара ну берите 100 граммов но они получаются не сладкие нормальные есть ореховая соль добавлю щепоточку можно обычную добавлять солью с сахаром перемешиваю до однородности чтобы немножко и сахар растворился буквально одну минутку перемешала не взбиваю прям до пышности добавляю ванилин по вкусу взяла подсолнечное масло 100 граммов можно добавить сливочное масло либо 50 граммов сливочного 50 граммов подсолнечного тоже хорошо все на ваш вкус сметану взяла 140 граммов у меня 20 процентная сметана можно готовить на кефире кефира 200 граммов даже можно взять я готовила на кефире вкусно получается просто вкусно духовку я уже разогреваю потому что тесто замешивается очень быстро за это время духовка разогреется при 180 градусах все сболтала до однородности теперь в муку добавляю разрыхлитель чайную ложку с горочкой можно пищевую соду взять чайную ложку без горочки можно ну смотрите тоже на ваше усмотрение вот так сюда добавляю и теперь в тесто два этапа сделаю комочков нет видите как все быстренько при быстренько остатки видите какое тесто получается с венчика так сползает как мед густой все на этом этапе можно разливать по формочкам либо в одну большую форму какую-то разлить выпекать а я хочу добавить яблочко у меня яблочки вот такие это домашние мне мама дала они зимнего варианта такие ароматные на столе стоят и аромат идет по всей кухне у меня одно яблочко большое с одной стороны бог начал подгнивать я вот его очистила частичку съела на кисловатенько кожи сняла нарежу тоненькой соломкой и добавлю в тесто сюда нужно добавить ягоды любые замороженные либо свежие но даже без добавления ягод тесто получается мягкое мягкое и очень вкусные кексы смотрите какое тесто очень однородная хорошая теперь заполняем формочки ложку смазала подсолнечным маслом чтобы сильно на ней не оставалось спрыгивала тесто заполняем не слишком полное поднимаются хорошо у меня большие формы кексы еще одна формочка в эту форму нужно обязательно смазывать внутри получилось у меня 11 кексиков но я обычно заполняют чуть-чуть пониже и мне хватает на две формочки это что-то заполнила побольше но ничего хорошо пальчик лизнула тесто очень вкусное и оставлю в духовку где-то минут 30 хочу сказать про миски которая купила не так давно и уже использую их на полную катушку делала обзор этих мисок и мне некоторые люди написали такую чушь комментариях тратите такие огромные деньги на ерунду всякую уже говорила про эти миски что давно давно их присматривала покупают такие вещи или предметы обихода чтобы ими пользоваться они так поставил и все этой миской я пользуюсь я получаю просто колоссальное удовольствие мне так нравится тесто замешивать я уже мясо здесь мариновала классно замариновала кусочки закрыла крышкой поставила в холодильник у меня мариновалось мяско у меня просто никогда было два дня стояла в холодильнике хорошо хранилась я заделала курочку запекла в духовке миски эти вечные прослужат долго девочки пишут что фикс прайсе точно такие же продаются и гораздо дешевле не знаю я продаются там такие не продаются я знаю какие продаются магазинах миски они намного тоньше даже по цвету они по-другому выглядят хотя вроде по форме такие же на сайтах тоже есть похожие очень похожие но качество абсолютно другое в описании написано я не буду что-то утверждать тоже пишут что китайская самое худшее качество сейчас я вам покажу кастрюль кастрюлю покупала из нержавейки велберг написано видите производитель но она видно по качеству такая же и по цвету даже такая же как миска очень толстая этой кастрюлю уже господи сколько лет то я даже не знаю лет восемь девять постоянно ее использую и она выглядит как новенькая чистая со всех сторон у донышко немножко вот видите какое я в ней готовлю и компоты и разные салаты на зиму делаю мне девочки написали нельзя использовать для консервации до для маринования с кислотой но я вот например в этой кастрюле делала салатики немножко добавляла уксус в эту ничего вообще не чернеет не не темнеет ничего не происходит с этой кастрюли но конечно здесь я не буду делать потому что это не кастрюля консервацию в этих мисках тем не менее даже если сейчас посмотреть на сайтах либо в магазины пройтись качественная посуда из нержавейки она очень хорошо стоит хорошие деньги не бюджетно зато вечная она вечная тоже пишут лучше пластиковые взять чашки ну если удобно пластик вы пожалуйста пластиковые но я просто ну как можно сказать мечтала не мечтала ну я хотела эти миски я повторяюсь давно хотела купить эти миски это не моя вот такая прихоть хочу это поэтому куплю это да нет мне это нужно в хозяйстве все что покупаю я в хозяйстве использую по полной программе пользуюсь посудой блин ну пишите вот всяко разное и обзывалки какие-то ну взрослые люди да с таким сарказмом с таким каким-то вот подколом насмешкой какой-то ну зачем это делать это вы пишете про себя не про меня вы это пишите а про себя значит у вас в жизни вот это все это ваши слова это ваши эмоции это ваше все что ваше внутри то вы и вы выливаете мне на канал я читаю комментарии потому что большинство хороших комментариев и хочется людям как-то отвечать нормально благодарить за их отзывы ну блин все равно и вот эту гадость читаешь и девочки мне тоже пишут не обращайте внимание на это есть такие люди их не исправить ничем и у них просто сущность такая чтобы негатив изливать на других смотрите если например логически вот так подумать если у человека в жизни все хорошо прекрасно зачем ему писать какие-то гадости какие-то слова придумывать выдумывать которые могут задеть другого человека незачем вообще нету в этом надобности то что внутри то и несется во вселенную что ли людям мои такие рассуждения пока пекса кикутся в духовке но согласны вы со мной не согласны смотрите-ка тектики поднимаются красивящие сейчас подрумянится с утреца еще поставила супчик видите готовится скоро уже готовый будет я даже мисочки поставила вот сюда на микроволновку потому что использую их постоянно теперь ничего же да нормально смотрится хорошо семечки потом до щелка и уберу и все будет здорово сейчас посуду быстренько помою у меня тут немножко и кстати мисочки моются очень хорошо удобно у меня девчата еще спросили потом покажите как они со временем будут выглядеть да ничего с ними не произойдет это точно я сейчас большую миску покажу вот я мне уже и мясо мариновала и венчиком тесто прям взбивала все прекрасно ничего не царапается выглядит замечательно эта мисочка тоже сейчас вот венчиком все сделала хорошо еще мне пишут любите вы рекламировать это не реклама на моем канале нет ни одного товара который бы я рекламировала я все покупаю да даже если была бы эта реклама я вижу только одни плюсы потому что товар смотрится со всех сторон делается обзор и человек видит нужно это ему не нужно говорю плюс минус и потому что у меня независимо ни от чего это что купила то и показываю если есть какие-то недостатки пожалуйста вы видите если нравится то действительно все нравится я многих девчат смотрю которые делают обзоры рекламные обзоры не рекламные обзоры это нормально некоторые люди прям рекламу так отрицательно воспринимает ну а вы телевизор смотрите там нет рекламы что ли смотрите сколько рекламы ну там и не показывается товар обзор товара полностью а тут вы можете посмотреть от и до так что успокойтесь живите проще вот и все кто недовольный жизни кому сейчас легко всем нелегко но тем не менее нужно все равно находить радость жизни какую-то каждая вещь предмета обихода ли это одежда должна приносить вам удовольствие и радость не обязательно должно все стоить дорого даже какая-то ну бюджетная вещь но она должна вам нравиться даже на вид или как в использовании вы должны получать просто удовольствие от нее это инвестиции в будущее в вашу радость от радости у вас здоровье крепкое вы получаете удовлетворение от того что вам например нравится пользоваться вот этой маленькой какой-то ложкой которая ну просто удобно в руке выглядит красиво даже миска пусть она будет из пластика или из чего-то но вам она нравится удобно вот и все просто мне хочется до вас донести что мне это нужно мне это нужно я это купила те кто вот какие-то размышления свои негативные пишет я хочу вам сказать это и все ладно кексики по готовы я уже духовочку выключила как раз а то красота там они мягкие мягкие немножко формочки охладятся чтобы их вынуть так было хорошо хорошо вынимается из формочки из этой даже яблочко немного добавила аромат яблочный идет от кексов такой легкий приятный вот эта форма вообще идеальная ничего не смазываю всегда кексики прям вылетают классно то ли силикону по плотности немножко лучше буду пробовать когда остынут полностью они горячие я не люблю горячие посмотрите какие эти снизу тоже такие светленькие не подгорело солнышко освещает кексики как они красиво выглядят как в поле чудес выбираем любой кекс который смотрит на меня или на вас вот такой смотрите они какие мягенькие внизу прям все все мягко они нежные нежные внутри разламываю практически остыли уже все посмотреть влажность немножко есть от яблок но все все пропечено внутри их когда ешь они просто тают во рту даже небольшое количество яблочко добавила ощущается вкус яблок и кислиночку дает и аромат яблок но это скорее всего потому что домашний думаю что магазины аромата не будут такого давать можно ранетки домашнего есть которые ароматные тоже немножко порезать изумительно вкусно нежно думала пол кексика съем больше не буду потому что с утра я не привыкла есть у меня нет аппетита я только выпиваю кофе могу пол литра выпить так через например 10-15 минут кружечку выпила потом еще кружечку но два стакана выпиваю по 250 миллилитров утра все до обеда я сытая у меня нет вообще аппетита что-то есть но кекс очень вкусный поэтому я его поем я такие кектики пику иногда на кефире на сметане еще повторюсь если не хотите кексами заморачиваться в форме какой-то общее тоже пекут а кустам нежнейшие если приготовить я думаю вы не пожилые эти они вкусные его даже сахара столько я добавила ну в меру сладкие не сказала бы что они переслащенные замечательные кексы к чаю самое то магазине таких не будешь точно можно даже двойную пропорцию замешивать тесто и готовить мило еще близко показать вот какие они мягенькие внутри прям мягчайшие можно даже на столе оставить их чтоб стояли ну прикрыть либо полотенчиком под крышечку они вообще будут супер мягкими всем хорошем настроении и всегда крепкого здоровья пока